С женским присутствием, вот, и я неожиданно для нее самой, я сейчас ее сюда приглашу, вот, и, к сожалению, ушел из жизни, вот, человек, который, наверное, на мой взгляд, лучший метатель в мире был, вот, и, значит, его дочь тут, вот, его звали Юрий Федин, она его дочь, Оля Федина, и мне бы хотелось бы, чтобы эта красавица сейчас пришла сюда, порадовала вас своим внешним видом и немножко рассказала о себе, вот, так вот, все, спасибо тебе, да, да, спасибо тебе, Валерий. Ну, мы хорошие, поближе микрофон, присаживайся, друзья мои, ну, я с ней познакомился сравнительно недавно, я тоже, получилось так, что мы совместными усилиями провели фестиваль боевых искусств, то есть он назывался Богатырская Русь, вот, боевое искусство для жизни, и вдруг, ну, значит, вот, как раз я увидел вот эту красавицу, которая пришла, я его затащил на сцену, и она уже рассказала о себе, вот, и мне бы хотелось бы, конечно, чтобы она вам тоже рассказала, что она хочет сказать, вот, и чтобы она вам хотела бы сказать, ну, естественно, вот, как-то научилась так замечательно метать ножи, дело в том, что я видел, это сам лично рядом стоял, и просто был завороженный, завороженный, ну, да, 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 вот такой я был, вот, как она это делает, то есть она метает эти ножи с огромного расстояния, ну, то есть такого расстояния, что надо еще набросить, и ножи летят все в одну точку, вот прям вот сюда, их много-много-много, прямо вот так, пиу-пиу-пиу-пиу, и она отходит, отходит дальше-дальше-дальше, ножи все летят, и летят, и потом, в конце концов, там, она говорит, а давай я теперь тебя чуть-чуть посильнее туда воткнула, она там всаживает туда нож, и этот нож очень трудно вытащить оттуда, так она туда заколбашивает туда глубоко в доску, то есть если попадет, ну так, насквозь человека пролетит, наверное. Как ходят у нас байки, что метать намного проще, чем вытаскивать ножи. Особенно для меня. То есть настолько легко метать и настолько их сложно вытаскивать. Поэтому иногда, допустим, какие-то есть тренировки такие хорошие у нас, я уже прошу за меня это делать, потому что действительно руки отваливаются. Спасибо, Миша, что ко мне, что, ты меня пригласил? Я вообще не ожидала. Я пришла просто тебя поддержать, сказать, Миша, привет. Что рассказать? Ну, в принципе, ты уже многое рассказала. Да, действительно техника отличается. У меня отец военный летчик, он в 93-м году вышел на пенсию по своим причинам и начал изобретать технику метания ножей. И на тот момент была только единственная техника, которую он узнал, которая сейчас существует. Это оборотная техника метания ножей. Но так как он военный летчик, ему не нравились никогда, так скажем, границы, которые существуют в этой технике. Ему не нравится то, что техника привязана к дистанции. Ему не нравится, что техника привязана к одному положению плоскости руки. Ему не нравится то, что нужно искать баланс в предмете, которым ты метаешь. Ну, и ножи, соответственно. И это такие границы, которые его не устраивали. И на тот момент он начал изобретать свою технику, которая на данный момент сейчас популярна вообще во всем мире. Ну, все, кто, так скажем, более-менее затронут с ножами, все знают моего папу как создателя уникальной техники. Называется SCANF. Техника, она позволяет метать, ну, не только метательные ножи, абсолютно различный хлам. Вот. На любом расстоянии, в любом положении руки, тела. Ну, короче, ты превращаешься в ниндзя. Даже, ну, вот, да. Вот. И, соответственно, самое преимущество, особенно для меня, как для девочки, да, здесь не нужна именно сама физическая сила. Здесь работают совсем другие, другая методика, да. Если сравнить, чтобы для вас более-менее понятно было, то в классическом метании работа за счет мышц идет, за счет толкания, за счет давящих усилий. То есть там важны мышцы. Сколько ты мышцами приложишь на движение, настолько тебе нож и воткнется. Здесь, наоборот, связочные усилия работают. Связки, они намного сильнее, чем мышцы. Я прошу прощения. У меня немножко... А я хрипла. Вот. Но надеюсь, что меня слышно нормально и меня, так скажем, понятно, что я говорю. Вот. И один простой пример, один образ, который даст вам полное понимание, что мышцы, они намного сильнее, чем связки. Смотрим вот сюда. Вот это работа мышц. Вот это работа связок. То есть вторым методом мы запускаем, делаем на нож определенное воздействие, благодаря которому связочно нож обретает хорошую мощность и летит в сторону стента. Это кратко о технике. Расскажи мне, знаешь, о чем? А как ты вообще решилась действительно пойти по стопам своего отца? У тебя же были дороги прям большие. Миш, ну, здесь даже, знаешь, здесь даже думать об этом, мне кажется, не стоит, потому что я папина дочка, и в моей жизни это всегда было вот на моем виду. То есть мне метнуть нож, это как сходить за хлебом. Реально, для многих просто это так думают. Вау, метатель ножи. Ой, знаете, вот эти байки мне прям очень интересно. Ой, с ней опасно познакомиться. Ой, на кухне, наверное, она там, лучше бы борщ варила или еще что-нибудь. Знаете, ну, я уже к этому привыкла, мне это на самом деле смешно, но в моей жизни это действительно настолько естественно. И с 8 лет, да, то есть у меня папа начал какие-то методические пособия там записывать, и я была как экспериментальный кролик, который нифига не умел, и ему это было на руку, потому что нужно было научить человека, который не умел метать. Соответственно, это была я. Вот, и на мне он показывал, на мне он рассказывал, ну, и, блин, ну, это естественно, то, что я приняла все эти знания, потому что я люблю очень папу. Друзья мои, у вас есть какой-нибудь вопрос вот к этой красавице, Коля? Есть что-то спросить? Или я сейчас за вас начну спрашивать, там, ваше сердце свободное или нет, там, или чего? Нет, ну, что-то вы хотели бы спросить, или, может быть, у вас есть хорошая возможность просто взять, спросить у нее номер телефона. Может, кто-то не боится взять мой номер телефона? И если вы хотите научиться метать, она здесь, да, да, Александр, скажи. Да, давайте, куда и чем, я покажу. Предложение, так, ты стоишь к стене, ну, ладно, я шучу. Есть какие-то видеоматериалы, которые вообще можно посмотреть, как ты метаешь? Да, в ютубе очень много информации. А что там можно набрать в ютубе, там, в строке поисковой? Да, просто слово SCANF, и это будет достаточно для того, чтобы вылезли очень много информации. А как перевести это аббревиатура? SCANF – это сложная, традиционная, авторское направление Федина. SCANF. SCANF. На данный момент это на Филевском парке. Но в любом случае я веду только индивидуальные занятия, потому что настолько сложный процесс, что групповые занятия там не подойдут. То есть человек нужно индивидуально направлять, чтобы у него что-то получилось. SCANF. Друзья мои, я действительно скажу, она метает ножи, потому что я лично видел, я не хочу преувеличивать, я просто она метает, как богиня. Правда, потому что… Рядом с ней стояли мужики и парни, которые пытались метать ножи, и это по сравнению с ней было очень смешно и убогое такое зрелище. Когда она начинает метать ножи, это просто ты становишься завооруженный, вот так вот открыв рот и выпучив глаза, стоишь так вот. Вот это да. То есть действительно это факт, и самый приятный факт тот, что она действительно может научить. То есть она спокойно обучает, и человек действительно результативно потом понимает, как обращаться с предметами, которые где-то выдерживать баланс, определенные метания и все остальное. Такие вот дела. Ну, что я еще… Ну что, есть у вас какие-то еще вопросы к ней? Есть? Я, наверное, сразу отвечу на вопрос, который многим интересен. За сколько можно научиться? О! Самый лучший, самый любимый мой вопрос. Так. Все индивидуально. Ну, на самом деле, мы все по киноэстетикам все разные, чувствуем движения разные. Это так же, как в танце придешь, человек, допустим, за тренером сразу повторяет, другой, вот, ну, как бы с координацией у него немножко не в порядке. И, соответственно, здесь все на чувствительном уровне, здесь нужно чувствовать. Здесь нету, так скажем, именно вот этой физики, которая в классическом метании раз, два, три получилась. Здесь, да, здесь есть, так скажем, какая-то база, которую нужно осваивать, но все на остальном уровне это нужно чувствовать. Потому что я объясняю своим ученикам тоже так же, как в танце. Допустим, ты пришел на вальс учиться, да, у тебя есть какая-то база, у тебя есть шаги, вот ты знаешь, что вначале правая нога идет, потом левая, ты считаешь, что еще и крутишься, а у тебя еще и напарник есть. И у тебя такая каша в голове, и тебе нужно это все выстроить. Но это не есть танец. Танец это есть только тогда, когда ты это до автоматизма довел, ты это почувствовал. Танец выключил оттуда свое сознание, да, внимание, и начал просто кружиться в вальсах, как вот на этих чемпионатах мира, да, люди кружатся, они же не думают, не считают, не думают, там правая нога идет, левая нога. Вот только тогда вот эта красота появляется. И в метане то же самое. Да, здесь есть какие-то базовые моменты, ты должен их заложить оттуда, выключить внимание, свой контроль, и вот тогда только красота вот эта появляется. Поэтому здесь, да, настолько все индивидуально. Многие приходят вообще на первом занятии, все осваивают, а некоторым нужно больше времени. Я знаю, что нас смотрят еще люди в прямом эфире, и возможно, они нам там задают вопросы. Есть там кто отвечает там за вопросы? Наталья, Есть какие-то вопросы конкретно к Ольге? Попроси, чтобы включить. В прямом эфире, здравствуйте всем. Да, в прямом эфире. Есть какие вопросы? Если возможно, так, если возможно заниматься детям, из какого возраста могут дети заниматься метаниями? Самый маленький мой ученик, это было 8 лет девочке. Но все-таки, там очень попросил папа, я, конечно, по возможности дала минимум базы, что она поймет. Но здесь нужно понимать, что человек должен немножко понимать, допустим, в тех же моментах, что такое тянущий, что такое давящий, что такое ритм. То есть совсем ребенок не совсем будет это понимать, вот эти, так скажем, термины и вот эти физиологические моменты. Вот, поэтому по возрасту, ну, мне кажется, лет с 15-16 вот прям будет топчик. Все, что ниже, будет информация немножко, так скажем, проще и не будет совсем достаточно, чтобы был сам вот этот эффект вот этого красоты в самом метании. Оля, я сейчас буду задавать вопросы, которые, может быть, другим интересуют. Ну, я правильно понимаю, что ты еще и владеешь техникой безоборотного метания ножа? Михаил, сканф это основатель безоборотного метания ножа. У меня отец основатель безоборотного метания ножа. Смысл в том, что нож летит, как копье, то есть он не крутится в воздухе, то есть всегда он грубо втыкается. Знаете, у меня папа много экспериментов дел по поводу метания безоборотного. Значит, в сканфе летит нож, как пулю, то есть у него нет, так скажем, он не меняет в момент полета плоскость, он летит прямо четко. Сейчас уже очень много безоборотников в классическом метании. Это тоже есть хорошо, но там немножко другое воздействие на нож. Там они, значит, нож посылают в сторону стенда, замедляют вращение, и нож по дуговой траектории летит в сторону стенда. Как по параболе, да? Да, если дуговая траектория вот эта совпадает с тентом, нож тыкается, если нет, то нет. То есть там немножко другой принцип. Ну да, они делают таким образом, чтобы нож не вращался, но здесь немножко другая иная история. То есть мы запускаем нож таким образом, если вот сколько в нем есть эта энергия, вот столько он долетит, то есть ему вот это, так скажем, плоскость, она не нужна, потому что когда предмет или нож или даже пуля, когда меняет плоскость в пространстве, в ней теряется энергия. И здесь то же самое, да, здесь теряется энергия, здесь по прямой траектории энергии не теряется. Еще вопрос. Тогда, возможно, не только меня и других людей интересует. Следующее. Я видел сам лично, что, значит, есть люди, которые метают безоборотно, и у них нож летит примерно 10 метров, даже больше, 10-12 метров. Скажи, пожалуйста, вы тоже это делаете, да? Да, Миш, мои личные соревнования были, мой дуальный бросок 12 метров без оборотов в мишень. То есть за счет, да, за счет, за счет. Ну да, можно больше там, конечно, поэкспериментировать. Ну в мишень, самое главное. В мишень, в мишень, не просто так. Вот, ну дальше можно, наверное, ну есть ли об этом смысл? Нет смысла, нет смысла. Нормальное метание, на мой взгляд, на догонном курсе, когда там человек разрывает дистанцию, раз, вот догнал, там буквально 3-4 шага, самое большое, не больше того. Да, есть, конечно, рекорды и больше, но там идет именно вот это, так скажем, второй, вот этот первый способ, который я говорила, да, посылают нож, толкают, замедляют вращение, и там сколько уж сил хватает у мужчин, или у женщин, и вот туда, вот он столько их долетит, если он, так скажем, еще, 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 ну правильно там воткнется с вами. Оля, спасибо тебе большое. Спасибо, мне же большое. я очень рад, что ты есть, ты молодец, я очень довольна, что ты пришла, и сейчас я на спину тебе приглашаю сюда еще одного замечательного человека, который, Оля, спасибо тебе большое.